Вдохновение — это непостоянная вещь, которая может исчерпывать свои запасы, мгновенно уходить и приходить, и проявляться там, где его совершенно не ждешь. Большинство творческих людей испытывают кризис в своем направлении. Они не знают, что им создавать, а прошлые источники вдохновения давно перестали давать нужный эффект. У всех людей иногда наступают моменты в жизни, когда нет никакого вдохновения. Если вы — деятель искусства, и у вас пропало чувство творить, то эта статья для вас. 1. Попробуйте что-то новое. Вы можете что-то видеть или делать миллион раз, но первый раз всегда один. В результате опыт первого раза часто оставляет в нашем сознании яркие эмоции, которые делают нас счастливее. Поэтому, когда вы пробуете что-то новое, для вашего мозга это как конфетка, которая дает вашей голове новые ощущения и идеи для вдохновения. Вы не должны делать глобальные перемены. Это может быть что-то незначительное, к примеру, новая песня, прогулка домой по другому маршруту, книга, знакомство с другим человеком, можно даже сготовить блюдо по новому рецепту. Старайтесь каждый день придумывать маленькие перемены, которые будут вас радовать. И вы увидите, как ваше вдохновение вернется с новой силой. 2. Найдите для себя увлечение. Начните увлекаться чем-то новым. Когда человек постоянно в одной сфере, то она начинает надоедать, становится сложнее в ней находить что-то интересное для вас. Чтобы такого не было, нужно находить новые хобби. Это, может быть, фотографии, рисование, вязание, шитье, скраббукинг, флористика, спорт. Вы сможете отвлечься и расширить свой кругозор. 3. Чаще общайтесь с людьми. Большую часть новой информации мы получаем от людей. Общение – это некий путеводитель, который показывает интересные и новые для вас идеи. Это, может быть, разговор с вашим другом, но также и с малознакомым человеком. Присмотритесь к людям из вашей сферы, на которых вы раньше не обращали внимания. Быть может, они вас вдохновят на что-то новое. При разговоре с человеком вы можете извлечь что-то нужное для вас. Тем самым это послужит вам пищей для вдохновения. 4. Записывать свои мысли. В первую очередь, вы должны найти вдохновение внутри себя. Ведь все идет от нас самих. И запись своих мыслей очень хорошо помогает разобраться в себе. Заведите блокнот или текстовый файл на компьютере, в который будете записывать свои мысли. Это не обязательно должен быть дневник, который нужно вести каждый день. Пусть это будет просто тетрадь, в которую вы иногда сливаете все свои переживания, мысли, чувства. Так вы сможете невзначай найти вдохновение в своей голове. Это помогает понять истинную проблему вашего состояния и разгрузить ваш ум, освободить в нем место для новых мыслей, идей и планов. 5. Сделать доску вдохновения. Возьмите листок, блокнот или создайте файл, в котором будут собраны все ваши любимые картинки, фотографии, цитаты. Напишите свои мечты, пожелания или идеи. И повесьте на то место, где вам это будет чаще всего бросаться на глаза. Пересматривайте время от времени. Так у вас всегда будет неких сундучок вдохновения, который будет вас мотивировать. Думаю, эти картинки послужат для вас вдохновением. Эти пункты достаточно простые, но они очень вдохновляют и помогают переключиться в нужный момент. Я искренне надеюсь, что вам поможет эта статья найти свое вдохновение. Попробуйте составить свой список, добавьте то, что нравится и близко вам. И помните, что не нужно никогда сидеть и чего-то ждать, начните действовать прямо сейчас. Давайте учиться сами создавать свое настроение и свое вдохновение.